8 января 2021 года у людей есть огромное количество всяких разных привычек. От хороших, да, ну не совсем хороших, гораздо, допустим, таких, которые портят их здоровье и как бы в итоге там с годами мешают их жить. Но вопрос в том, как они их приобретают, это один момент. Приобрести, наверное, можно, по-моему, разные привычки, хорошие и плохие. В основном, допустим, рассмотрим какую-нибудь плохую привычку, это курить. И когда человек приучается к курению, да, ну ему очень сложно от этого отказаться. Это такой очень болезненный процесс. И, ну, там разные пословицы есть, кто не курит и не пьет, тот здоровеньким помрет, там, и прочее всякие. Там, говорит, да нет, это мне не мешает жить. Ну, вы знаете, когда тебе 25, 30, 35, наверное, наверняка это не мешает. Но когда тебе перескакивает до 40, до 50, думаете, все привычки, ну, сказываются на твоем здоровье. И люди думают, ну, конечно, уже с возрастом думают, ну, как же от них просто можно избавиться. Ну, и применяют всякие методы, там, всякие, там, доктора, всякие таблетки и всякие вещи, которые, допустим, им, скорее всего, не помогают. Но есть метод, который я лично использовал в своей жизни. Это метод тот, который, в принципе, человека очень быстро освобождает от такой или иной пирички, как курение. Когда мне было 35 лет, я поехал в Иерусалим. Я очень много курил, я курил, я переживал, я всегда, как бы, закуривал все проблемы. И как-то в Иерусалиме я так подумал, что, ну, как же, как же это самое, ну, чтобы мне это курение не нужно, ну, а как, как это бросить? И у меня пришла идея, в голову такая идея, что в Иерусалиме есть гроб Господний, а я, как человек верующий, верующий человек, я на гробе Господнем дал ему обещание, что я курить не буду. Я сказал, Господи, вот я даю Тебе слово, что курить не буду. И поверьте, уже почти 20 лет я не курю. Вы понимаете, человек такое существо, которое, в принципе, обманет любого. Начиная от своих, там, близких людей, себя, не знаю, там, ну, ему нету никаких преград в этом. А вот что-то такое, что-то такое большое, кому он верит, ну, он не сможет обмануться. Вот этот пример того, что если ты даешь какое-то обещание ему, Всевышнему, то от этого обещания очень сложно отказаться. И, в принципе, это бесполезно просто. Если человек дает такое обещание еще в хорошем священном месте, то, в принципе, успех гарантируем. Так что, если у вас есть вредные привычки, ну, по крайней мере, вот одна из них – это курение, я вам даю просто такой маленький совет, как от этой привычки избавиться. Хорошего вечера!